Ребят, всем привет и доброго времени суток! На улице по-настоящему осенняя погода, а потому подошло время поговорить о лучших вращающихся блеснах для ловли щуки осенью. Итак, начнем! В этом видео я хочу немного отойти от своего привычного формата и говорить больше не о каких-то конкретных моделях, а об общих тенденциях выбора вращалки осенью. Какие же блесны лучше всего подойдут для осенней ловли? Во-первых, осенью мы начинаем укрупняться. Если летом в случае со щукой основными рабочими размерами были приманки номер 2, 3, 4, то осенью на первый план выходят уже более крупные приманки. Это номера 4, номера 5, номера 6. Дело в том, что осенью щука нагуливает жир перед зимним периодом, а потому она не готова тратить свою энергию на какие-то миниатюрные приманки и предпочитает атаковать крупную добычу. Кроме того, осенью увеличивается не только лишь размер лепестка, но и вес блесны в целом. Благо, многие производители решили этот вопрос за рыболовов, а потому мелкие номера блесен до трех включительно, как правило, идут с вот такими вот сердечниками, обычными, привычными, а четверки и выше идут уже с тяжелыми наборными сердечниками из металлических шариков. Таким образом, подобная блесна идет значительно глубже, чем если бы у нее был обычный сердечник. Далее лично мое небольшое замечание и касается оно формы лепестка. Дело в том, что летом хищник, на мой взгляд, больше предпочитает все же лепестки широкие, имеющие высокочастотные колебания. Данные лепестки лучше себя проявляют по теплой воде. А вот что касается осени, то идет тенденция к тому, что щука и так у нас любит лепестки типа Аглия Лонг. А вот осенью это проявляется как нельзя сильно. И поэтому как раз в осенний период практически на самом деле можно забыть про блесны с лепестками иной формы и ловить только лишь на вот такие вот узкие лепестки, которые имеют мощные низкочастотные колебания. Ну а теперь поговорим о тех блеснах, которые лично я использую осенью. Во-первых, это крупные размеры привычных нам обычных распространенных блесен. В данном случае у меня в руках МЭПС Аглия. Обычная, казалось бы, Аглия, но это пятерка, имеющая вот такой вот тяжелый сердечник. Соответственно, медленная проводочка, как можно более медленная. И по осени она работает. Крупные номера привычных нам блесен. Далее уже все-таки более интересные варианты. Это, опять же, обычная Аглия Лонг. Обычную Аглию Лонг можно, во-первых, назвать щучьей классикой. Кроме того, как раз с Аглией многие производители копируют свои другие приманки. Как с обычной Аглией, так и с Аглией Лонг. Ну а в осенний период такие приманки вообще выходят на первый план. Но осенью, если вы ловите на участках со значительной глубиной, используете модификацию Лонг Каст. Такая модификация имеет тяжелый сердечник. С одной стороны, он позволяет выполнить дальний и точный заброс. А с другой же стороны, подобная блесна идет на большой глубине, где в холодное время и держится щука. Далее у нас блесенка Blue Fox Super Vibrex. Данная блесна имеет лепесток типа Comet. Это средний лепесток между обыкновенной Аглией и Аглией Лонг. Он хорошо работает по щуке. Это универсальная блесна, которая одинаково хорошо работает как весной, так и летом, так и осенью. И основным ее отличием является вот такой вот латунный колокольчик. При проводке он создает дополнительный шум, привлекая хищника и провоцируя его на атаку. Кроме того, именно в случае с этой блесной мы имеем вот такую вот контрастную окраску. То, что я очень сильно люблю. Сам колокольчик у нас яркого провоцирующего света, а лепесток серебристый. Благодаря этому при вращении происходит постоянное мерцание. Я такой особенностью блесен пытаюсь пользоваться как можно чаще. Обычный Комет это опять же универсальный вариант как для весны, так и для лета, так и для осени. Но при этом в универсальности есть один минус. Универсальная блесна нигде не лучшая. Поэтому Комет ловит осенью, но при этом проигрывает Аглией Лонг. Ну и куда же осенью без такой вращающейся блесны, как Мэпс Люсакс. Данная приманка очень сильно отличается от своих одноклассниц, но в то же время у нее есть свои плюсы. В частности, это сменный головной груз. Ну и в целом, Люсакс позволяет выполнять джиговую, либо волнообразную проводку в толще воды. И это просто замечательно подходит для ловли щуки осенью. Тем более, если вспомнить, что осенью щука у нас скатывается на более глубокие участки, чем летом. И искать ее осенью нужно уже на глубоководных бровках, либо же на каких-то еще донных аномалиях. Остальные блесенки на этом столе, это по сути производные модели, от обозначенных мной выше. Но особо следует выделить некоторые из них все равно. Здесь я говорю о специфических приманках. Первое, что вы можете попробовать осенью и что действительно работает, это вот такие вот тандемные блесны, когда блесна имеет два лепестка разного размера. Первый маленький и второй большой. Такая блесна получается довольно объемной. Она производит много колебаний, много шума. Именно осенью щука у нас наиболее агрессивна и активна. И потому на такие приманки она отзывается очень даже хорошо. Если же вы пытаетесь достать щуку из травы, а осенью в начале, по крайней мере, щука очень часто стоит на участках, заросших водной растительностью, то можно использовать вот такую вот интересную приманку, когда у нас обычная вращающаяся блесна, но имеющая крупный одинарный крючок, и его жало защищено усиками. Сюда насаживается силиконовая приманка, как правило, это твистер. И подобная приманка очень большая, объемная, заметно, опять же, издали. Сочетает в себе плюсы как вращающейся блесны, так и силиконовые приманки, поэтому работает очень даже хорошо. Ребята, на какие вращающиеся блесны ловите щуку осенью вы? Напишите об этом в комментариях, будет очень интересно узнать. Давайте это видео будет не простым каким-то роликом, а местом, где можно обсудить приманки и поделиться опытом. Так что добро пожаловать в комментарии. Если это видео было для вас полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!